Ксения Собчак за сутки умудрилась вляпаться сразу в три громких истории. Как тебе такое, Илон Маск? Об этом в сегодняшнем нашем выпуске. Будет интересно. А чтобы быть в курсе всех самых громких событий, подпишитесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Итак, поехали. Информационный шум, связанный со скандалами вокруг известной личности Ксении Собчак, продолжает нарастать. Судя по всему, в этот раз ей будет сложно выйти из воды сухой. В то время как общественность обсуждает провокационные репортажи, вышедшие в эфир на НТВ, знаменитость пытается найти пути для реабилитации, однако пока ничего не выходит. Репутационные убытки настолько серьёзны, что простые сообщения в телеграм-канале ей не помогут. Безусловно, ещё вчера казавшаяся неприкасаемой, сегодня Ксения оказывается в безвыходной ситуации, не зная, как действовать дальше. Проблемы на её голову валятся одна за другой. А перспективы выхода из тупика, в которые она сама себя загнала, пока не просматривается. Более того, Ксения продолжает закапывать себя дальше. Так, например, за прошедшие сутки Ксения Собчак лишь ухудшила своё положение, вляпавшись в несколько новых скандалов, которые, вероятно, угробят не только её карьеру, но скажутся и на личной жизни. Начнём с истории, которую даже зачитывать стыдно. Дело в том, что этот скандал не связан напрямую с профессиональной деятельностью Ксении Собчак в качестве журналистки, но он тесно связан с её личной жизнью. Ксения Собчак обвиняется в неверности своему супругу, режиссёру Константину Богомолову. Утверждается, что в роли любовника звезда выбрала не кого-то вроде мачо, а разлучника, с которым, по мнению общественности, не только залезать в одну кровать, но и находиться рядом просто отвратительно. Речь идёт о бывшем популярном актёре Алексее Панине, убежавшем в Испанию, где за несколько лет он окончательно деградировал. Сегодня актёр ищет возможности для заработка в США, но пока безуспешно. Что именно привлекло Собчак в Панине, история не раскрывает, но сегодня в сети активно распространяется информация о том, что блондиночка в шоколаде. И актёр находится в странных отношениях, которые начались после известного интервью, состоявшегося ещё в прошлом году. Тогда это душевная беседа. Вызвала много шума и привлекла внимание Следственного комитета, но, как оказалось, интервью было не единственным событием. Недавно Панина, признанного иностранным агентом, заочно арестовали в Москве, об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Панин пока не отреагировал на это сообщение, но актёр Станислав Садальский, известный по культовому советскому фильму «Место встречи изменить нельзя», с удовольствием прокомментировал новость об его аресте. Он опубликовал в своих социальных сетях пост, снабдив его интересной фотографией, на которой Панин в компании Ксении Собчак. Панина заочно арестовали на два месяца. Потом будет заочно осуждён и также заочно отбудет наказание на пляжах Калифорнии. Так заочно все в злодеев переловят, написал артист, а заодно напомнил о недавнем скандале, в котором оказались замешаны журналистка и звезда фильма «Жмурки». Недавно в сети стали появляться слухи о возможной любовной связи звёздной пары. Как шутили пользователи, вульгарное предложение Алексея Панина с намёком явно произвело впечатление на аристократическую даму, настолько, что она не смогла устоять перед таким искушением, именно из-за обсуждения настолько откровенных тем и запустились слухи о специфических отношениях между двумя звёздами. Пост Садальского с общим снимком звёзд ещё раз подтвердил эти предположения. Собчак обвиняет в том, что пока её муж-режиссёр усиленно работает на съёмочной площадке, его супруга проводит время с иностранным агентом. Сегодня интернет полон комментариев по этому поводу. Вот это у Богомолова рога. И ладно бы с кем-то другим, но с Паниным, зная Ксению Анатольевну, никто не удивился. Ну и персонажи друг другу подстать. А Богомолов вообще ничего не видит. Хотя на первый взгляд это предположение может показаться абсурдным, если подробнее изучить биографию блондиночки в шоколаде, то удивление пропадает. Ксения всегда была известна своим неприхотливым подходом к выбору партнёров, а в начале своей карьеры даже открыто говорила о своём желании стать валютной проституткой. В её кровати побывали многие интересные персонажи, поэтому наличие Панина в этом списке вряд ли вызывает удивление. Хотя нет, удивление вызывает, ведь Ксения Анатольевна давно остепенилась и даже, как мы помним, пробовала заняться серьёзной политикой. Но перейдём к следующей истории. Тут Ксения Собчак привлекла к себе внимание после того, как вступилась за Лолиту Милявскую, чью карьеру омрачила серия отмен. Недавно стало известно, что запланированный юбилейный тур артистки, отмечающий в этом году 60-летие, был аннулирован. Певица надеялась, что несмотря на отменённые выступления и новогодние корпоративы, ей удастся выйти на сцену в честь своего юбилея. Однако эти надежды не оправдались, и теперь карьера певицы находится под угрозой. Разочарованная Лолита опубликовала в своём телеграм-канале видео, где выразила своё недоумение по поводу продолжающейся травли, аргументируя это тем, что её обвиняют в недостаточном покаянии, что, по её мнению, является несправедливым. В ролике артистка поделилась своими благотворительными делами, такими как посещение больниц, увиденные травмы и покупка медицинского оборудования на собственные средства, а также финансирование нескольких операций. При этом Милявская уточнила, что ранее не афишировала свои добрые дела, считая это недостойным, и закончила своё обращение призывом критикам не гнивать Бога. Однако реакция российской публики на эти откровения оказалась вялой. Но Ксения Собчак, напротив, эмоционально заступилась за певицу-исполнительницу знаменитого хита на «Титанике», проявив свою поддержку настоящим баррикадным энтузиазмом. «Я никогда не пойму той ненависти и травли, устроенных общественниками, которым больше всех надо, против моих друзей Филиппа и Лолиты. Сколько можно ещё искать врагов и пятую колонну? Оставьте, наконец, людей в покое. Дайте им жить, работать и помогать, если они остались в своей стране». Лолита всегда сопереживала людям, потерявшим дома в бомбёжках, и, никому не говоря, просто помогала им без всякого пиары и просьб. Просто писала «Ксюша, дай помочь кому-нибудь в вашем проекте по переселению». И это было ещё с Шебекина, до всяких вечеринок, эмоционально написала Собчак, добавив, что совершенно не понимает, за что так поступают с одной из главных и любимых певиц страны. Но на самом деле Собчак всё прекрасно понимает, просто она так же, как и Лолита, очутилась в неприятной для себя ситуации. И вдруг неожиданно оказалось, что иногда за свои поступки приходится отвечать. Что касается Киркорова, то его, скорее всего, простят, но вот Милявской на это рассчитывать вряд ли стоит. И на это есть как минимум две причины. Во-первых, против неё играет тот факт, что она является уроженкой одной прекрасной соседней страны. Но дело даже не столько в том, где она родилась, а как она себя там вела и что говорила. После её слов, сказанных мовой на местном телевидении, здесь многим стало понятно, что это за персонаж. А во-вторых, Киркоров, в отличие от Лолиты, не ползал на карачках популу во время Ивлеевской вечеринки, поэтому хоть и вызывает неприязнь, но всё же в меньшей степени, чем Милявская. Но, пожалуй, хватит говорить о Милявской. Это уже слегка утомляет. Перейдём к следующей, весьма неожиданной истории, произошедшей с Ксенией Собчак. Совсем недавно, в самом сердце столичной суеты, Ксения Собчак стала свидетелем неожиданного вторжения в просторы своего профессионального бастиона. Незваные гости, молодые юди, вооружённые не оружием, а камерами, словно исследователи неведомого, что-то снимали на камеры в уголках её офисного царства. Впечатлённая и в то же время озадаченная происходящим, звезда городских светил пришила поделиться этим инцидентом с аудиторией своего телеграм-канала, иронично заметив. «Вот такие разоблачения, дорогие мои. В моём офисе любят латте на коровьем молоке». Ответов на прямой вопрос о целях их визита она так и не добилась, лишь улавливая уклончивые взгляды и молчание. И вот, оказавшись перед молчаливой группой, она предложила своим подписчикам поучаствовать в небольшом детективе, пытаясь разгадать таинственные намерения этих странных гостей. «А может, пусть будут моими курьерами?» И кофе мне подавать, и секреты раскрывать. С ухмалкой поделилась она идеей со своей аудиторией. В общем, ничего не меняется. Даже если предположить, что молодые люди и в самом деле являются представителями прессы, то говорить о них в столь уничижительном тоне, предлагая им подносить кофе барыне и её холопам, это очередное свидетельство того, с каким высокомерием Ксения Анатольевна относится к окружающим. Но важно понимать, в мире, где каждое слово может быть интерпретировано неоднозначно, ею привычка отстаивать себя такими методами у многих вызывает скепсис. По слухам, на горизонте мерцают новые города и страны, которые в будущем могут стать свидетелями её непреклонной жажды к свободе слова и радикальным высказываниям. И кто знает, может быть, в симбиозе с другими не менее яркими персонажами, как известный маргинал Панин, она сформирует нечто невиданное ранее. Время традиционно расставит всё на свои места, но одно можно сказать наверняка – скучно не будет. На этом, пожалуй, на сегодня всё, уважаемые друзья. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. И присоединяйтесь к нашему сообществу, будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.